А бывают такие времена, как вам кажется, когда народ как бы дуреет? Масса дуреет и начинает делать, бог знает что. Или нет? Мне кажется, бывает. Когда люди собираются вместе, это не всегда в их пользу. Вы знаете, когда огромная масса людей, то... Они часто дуреют, и ими легко управлять. Вы боитесь толпы? Во всяком случае, толпы, да. Вот прежде чем мы выдадим звонок, я еще хотел одну вещь у вас спросить. Не про фильм, про фильм, может, мы еще поговорим. Вот мы с вами сейчас общаемся довольно долго, час до эфира. И мне кажется, не мне судить, что вы потрясающе хорошо воспитанный человек. У нас бывает масса разных людей, вы замечательно воспитаны. Я решил, понял, что я не знаю, кто были ваши родители. Кто вас так замечательно воспитал? У меня... Ну, я не знаю, насколько я прекрасно воспитана. Но, тем не менее, у меня мамочка, которую я очень люблю. И которой я желаю здоровья крепкого. Воспитана была Акулина Васильевна, ее мамой в деревне Максы, Рязанской. Акулина Васильевна, назвали вашей бабушкой. Акулина Васильевна, моя бабушка. Акулина. Вот. И мама закончила Воронежский университет. Потом долгое время работала в ботаническом саде МГУ, здесь, в Москве. Она очень любит цветы. Она почвовед. Она знает, как выращивать очень много декоративных цветов. Как ее зовут? Елизавета Захаровна. Вот когда вы сказали Елизавете Захаровне, мама, я буду актрисой. Что вам сказала Елизавета Захаровна? Моя мама, во-первых, она не возражала, слава богу. Она так задумалась, так потихонечку, но не возражала. И мне не с кем было советоваться. Я советовалась с мамой. И когда я поступала в Амхат, то я читала одни смешные какие-то там всякие смешные истории. И принимал такой профессор Карев, вот, замечательный человек. Он произвел на меня сильное впечатление, хотя вот он меня поставил в тупик. Вот как у вас там сказали в передаче обо мне, в короткой, насчет моей внешности. Вот. И мне сказали, чтобы я подготовила что-то такое серьезное. Потому что все смешно. И я пришла советоваться к маме. Мама, говорю, ну что же мне серьезно? Может быть мне вот ты, я помню чудное мгновение передо мной. Она говорит, дочка, прочти мне. Значит, села мама на кровать с ногами, слушает. Я ее читаю. Потом она говорит, ты знаешь, ты можешь читать эти стихи, только закрой глаза, а то так смешно. И я закрытыми глазами читала эти стихи. И опять это было очень смешно. Но меня не взяли в Амхат. Амхат. Амхат.